Приветствую, дамы и господа, с вами сильнейший F2B Blank Ukraine и расскажем о новостях. Начнем с хороших, а закончим скучными. Так, у нас MJ на МСУ и проходит оно на лучников. У нас тут есть Генрих, которого у меня нет, а мониторы, или как правильно оно говорится, Новохудоносор, Артемисия и Тамерис. Так, из всего этого, как бы, работаю только я над Новохудоносором. Он у меня на данном моменте, сейчас покажу, как прокачан. 5-5-1-5, и не хватает одной головы, чтобы сделать его 5-5-2-5. По сути, третий навык мне неинтересен, потому что Гильмеша у меня нет, и Генриха у меня также нет. Мне отсюда интересна только экспертиза, поскольку она дает 500 дополнительного множителя урона. И если это будет какой-то Лисангея в паре с ним, то это 750. И все это под четвертым бафом. Короче, на самом-то деле будет вполне неплохой себе такой урон. И написали мне в Дискорд, поскольку я был оффлайн, что происходит распределение мест на МДжей. И я подал форму, и что-то с ней пошло не так. Они ее не увидели, но не помогли. И дали место на МДжей. Не знаю, как они распределяли места, или согласно количеству киллов, или согласно количеству мертвых, очков чести и так далее, и тому подобное. То есть, кто может делать ралли, возможно, луки, как бы не всем будут нужны. Хоть удивлен я, что Гог ему дают второе место, я думал, что он будет брать первое. Но, тем не менее, вот тут фикс произошел. Мне написали 30 миллионов. До этого я вечером разок побил варваров на втором этапе и набрал 15 миллионов очков. Не знаю, как с этими киллами что-то делать. Хотя у нас начался еще дополнительный Иван до испытания Лохара. В принципе, будет очень-очень выгодно посливать УДшку. Пока иду вот так, получается, что на втором этапе набил больше 15 миллионов очков. Это из хороших новостей. Я подумал, что если им дадут... А, и вариант был такой отсюда, что можно взять. В теории можно попытаться открыть Генриха. Я его открою, но это мне ничего не даст. Радует, что получу очки какой-то бандл. Плюс здесь иголов я посчитал, что профит мне просто выбрать не был. Так, дальше. Из печальных новостей. Сейчас мы эту штуку заезжаем. Так. Из печальных новостей. До конца КВК у нас почти 13 дней. И у меня на данном этапе 6 миллионов гемов. Так, момент. Еще осталось два испытания Кау-Каруака. Мне нечего качать. В академке. Не знаю, как так вышло. Тут абсолютно все фул. И качать нечего. Им что-то нужно делать с академкой, потому что качается она легко. До конца 13 дней. Возможно, что-то добавить. Я не знаю, что тут можно добавить. Какую-то скорость на марше. Или лечение от варваров. Когда их добываешь. Ну, что-нибудь, я думаю, нужно добавить или добавить какую-то пассивные технологии. А-ля плюс 10% от количества сбора ресурсов. Ну, что-либо. Что можно было... За что можно получить монетки. Так, эту штучку мы тоже раз. Тут, как обычно, ничего. Только на фермах что-то падает. Так. Дальше из новостей. По поводу магазина. Вчера я потратил. Еще монетки. И получилось, что на этом КВК я взял 3 чертежа. Это 540 монет. Я думаю, что теперь за КВК можно получать больше. Существом того, что у нас еще 2 Кау Карвака. И я очень надеюсь, что мне получится вытащить материалы и головы хотя бы по скидке. На следующих КВК я буду стараться брать один рецепт. Это, скорее всего, будет кольцо. Поскольку мне после этого КВК нужно будет сковать вот эту вот штуку. Это раз. Дальше. Защитный шлем пехоты. Это 2. Или будут брать сетовые ноги и шлем на коней. Или возьму вот эти вот. Посмотрим. Пока думаю. Наверное, просто возьму сетовые. Чертежи у меня есть. Монетки пока оставлю. Может, возьму ратушу по приколу. Но пока мне нужно будет чертежи. Да. Тут я посмотрел, что условно нужно сыграть 2-3 КВК и позабирать все чертежи доступные. И я сковал еще одно кольцо рока. Теперь их у меня 2. Получается, у меня пока что на данном этапе только 5 золотых аксессуаров. Нужно получается сколько? Нужно хотя бы 12. Так что мне нужен еще 2 рога. Еще минимум 3 кольца. И нужна будет еще вот эта штука на Боудику. Урон от навыка плюс 5. И на Боудику мне нужно будет также кольцо рога. Или рока, как правильно называют. Рока. И кулон вечной ночи. Материалов нет, поскольку сейчас куалот колечко. Оно, как обычно, не критануло. Наделал его на Сианя. Но у меня пока шмот кони. Раз. Кони два. И вот эти 2 бестолковые шмотки нужно будет поменять. Скорее всего, говорю, что возьму сытовые, поскольку чертежи у меня есть. Так же ж? Или нет? А, нет, там не было этого ивента. Возможно, не буду брать сытовые. Но ноги же, по-моему, есть у меня сытовые. Да? Да. Ноги есть. Ноги хватают. Поэтому, скорее всего, придется брать шлем. Посмотрим. Такс. Что у нас дальше по этапу КВК? Так, мы убили. Фортик. Или нет? Нет, только сейчас будем выбегать. По бастионам. Так, тут я все наградки забрал. И, кстати, есть очень-очень туда, еще 600 нужно будет сделать заданий. Не очень-очень хороший лайфхак. Потому как можно пассивно нафармить миллиард ресурсов. То и больше. В зависимости от того, сколько у вас ферм. Там есть задание участвовать 3 тысячи с половиной минут или чего там в стройке. Я на одной, на двух фермах уже выполнил. Выполнил цены третий. Если ты полностью выполняешь все эти задания 450 минут, полторы тысячи минут и 3 с половиной тысячи минут, то, по-моему, вкупе ты получаешь порядка 150 миллионов ресурсов. Если у тебя 6 ферм, то это 900 миллион ресурсов. Чистыми получается, если передать на основу 800. Это прям очень-очень много. И это пассивно. Я думаю, это подойдет для тех, у кого большое количество ферм и прямо нет на них онлайна. Тогда прямо прикольно получается. Так. Бам. Так, ну это не надо. По бастикам. Я теперь не знаю, что делать, если смысл вот это все. Так, а ну-ка. Кстати, интересно, как так вышло. Он меня выбил. Это, по-моему, слабенький какой-то парень. Ну, относительно. Хотя очень-очень старый аккаунт. Он меня выбил, у него, получается, осталась одна пачка. Я на него напал, у меня осталось 4. Так. Я думаю, он не обидится. Думаю, может обидится, не знаю. Посмотрим. Вот тут одно место, но мне нужно задание выполнить. Пусть меня скинут оттуда. Так, тут почти все забрали. Я думаю, заберем все. Ну, в плане материалов. Хотя их тут тоже относительно немного. Так. Бам-бам-бам. И что у меня осталось сделать, это постараться добить небо. К следующему КВК как-то нужно сделать его фул. Дальше. К следующему КВК надо еще сделать фул Вильгельма. Он у меня пока уже в стадии боевого командира. То есть, не максимально хорош. Но уже, грубо говоря, неплох. По большому засчету в 3 пятерки. В 3 пятерки его делаю. Дальше буду качать за счет рулеток. Откручу рулетки. Потому что время до следующего КВК есть. Я посмотрю, на какой свет мы выйдем. Тут бонус защите. Плюс 10. На все войска. На 3 секунды. Это хороший бонус. И далее. Что у нас тут есть? Так. А так как кавалерия этого командира на карте возрастает уже не на 20%, а на 30%. То есть, по сути, это еще бафается один навык. Так если уровень 3 в 4. Обычно атаки с вероятностью в 10% наносят цель и прямой урон. Был множитель 800, стал 1000. И если цель окружена, ну а цель в любом случае окружена, потому что бьем всеми маршами, она получает дополнительный урон. Множитель урона. Число окруживших ее врагов умноженное на 100. До 5. То есть, был 400, станет 500. Экспертиза, кстати, нам неплохо так дает, поскольку атака плюс 10. Рандомный навык. Уже 1000. И еще 500 сверху за окружение войск. Норманское завоевание. Неплохо. Ну и четвертый навык, я считаю, что он очень нужен. Прям очень. Да, он хорош, действительно. И мне нужен также лицензин. Не уверенны, что он успеет прокачаться к следующему КВК. Хотя у нас сейчас 12-13 дней плюс месяц плюс 12 практически 2 месяца. 2 месяца это 60. Ну, есть шанс. В принципе, есть шанс. Буду использовать его для защиты города, поскольку у меня нет нормальных гарнизонщиков. Прям очень много нужно командиров. Я думаю, что небо у нас, грубо говоря, за счет МГЕ станет 5-5-3-5. Ну, практически без 25 голов. Далее. Можно сказать, что у нас Вильгельм сейчас в 3 пятерке. Нам нужно 300 голов. 200 у нас упадет за счет двух рулеток. И останется у нас Янжишка. Вот я думаю, что к следующему КВК Янжишка. Лисун Син. Вильгельм. И небо будут фул. Ну, к следующему я в плане к боевым действиям. К началу боевых действий. Скорее всего, будет так. Как они меня бьют? Я не понимаю вообще. Так. Давай так. Ну, вот он меня побил. И что там осталось? Три пачки? А, это у меня. А он меня когда побил? Тоже три. Странно. Как-то я думал, у меня тут плохо марши расположены. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Они очень плохо расположены. Иногда сбиваются настройки нужных периодически. Докидывай назад. Костю хочу, чтобы Костя быстрее подбегал и успевал сработать навык мулан. Поэтому нужно бежать без тележек. Такс. Интересно, кто у нас будет делать захватах? Меня не отпустили еще. Нет. О, 230 фартов убили. Отлично. Отсюда что мы берем? Что-то что у нас? Так как кавалерия, она, по сути, не сильно важна. Но, прикольно, что мы забрали расширялки. Да, расширялки нам нужны. Вот такой вот у нас кабака. Единственный минус не получится закрыть мне 30-ку пилов, поскольку со мной никто не хочет дуэлиться. Возможно, когда мы зайдем в какую-то там зону, они там с нами немножечко хотя бы повоевают. И окажут хоть какое-то сопротивление. И можно будет хоть где-то зацепить киллы. Здесь что у нас происходит? Мы на 43-м левеле. Кстати, еще и здесь кристаллы получим. Угу. Да, 43-й. Берем 44-й сегодня. Даже, скорее всего, 45-й. Прямо на днях, на днях закрываем полностью. И тут по наградам что-то есть интересное. Только эти кристаллы, которые нам не нужны. Пара ключей. Но самое важное, что у нас здесь есть культовый кристалл. Их нам нужно много, поскольку... Что у нас тут? Культ. Раз. Два. Ну, в общем-то, сколько у нас тут шмоток? Десять. Да, правильно. Десять. Четырнадцать. Восемнадцать. Двадцать два. Двадцать шесть. Тридцать. Тридцать один. И у нас почти закрыта ачивка. Напомню, там 32 нужно. Но у нас не все золото в культе. И сюда нужно также надеть культ. Странно, что на это золотое нельзя надеть культ. Хотя якобы он считается... Да. Нельзя его и доработать. Блин, самое беспомтовое это легендарное снаряжение. И с Баудикой тоже что-то нужно думать. На нее тоже желательно культ надеть. Думал сделать даже два марша лучников. Баудик, Артемисия и Небу, Лисанге. Но, наверное, все-таки побегаю Баудика в Небу. Потому что слишком дорого бегать Баудико или Санге. Большие потери. Так. Ой-ой-ой-ой. Сюда. Легчайший ген. Сюда. Раз, раз, раз. Вот такие вот новости по поводу КБК. По достижениям. Обидно, что не получится взять, наверное, 13 голов. Нужно всего лишь каких-то 6,5 миллионов киллов. У них идет трейд Т1, но у меня нет Т1. Мне нечем трейдиться. Да. Здесь 100 миллионов леса вернется. Ну, это как бы ерунда. Последние 6,5 миллионов киллов. Может, они сделают какую-то боевую зону, где туда можно заходить и просто бить всех. Ну, здесь и культ берем. Раз, два. Два культа возьмем. Так, только два. Да, по-моему, только два. И третий возьмем со свитков. Три культа. Нам нужно больше. Ну, вот так вот, в общем-то. КБК, можно сказать, прошло успешно. Любая победа, это уже победа. И это лучше, чем поражение. Тем более, что давно КБК не побеждал. А с двух победных я улетал за 4 дня до КБК. О, тут война была. 10, 93, 18, 46. Интересно. Смотрел я немного. Бац. Бац. Поэтому. Всем вам крутого настроения. Мы будем готовы к следующему КБК. Я думаю, прямо она будет огонь. И лилить нужно что-то делать с академкой. Потому что это не дело, что начинается КБК. И я даже не старался дофулить академку, зная, что у нас относительно мирно КБК. Но вот что делать с гемами, допустим. И желательно им обмен, допустим, сделать. Вот этих кристаллов синих. Чтобы обмен работал. КБК окончилось. А магазин, допустим, еще лукашно работал пару дней. Если там монетки какие-то дадут, чтобы ты мог это потратить. Потому что я смотрю, что даже с проигрышного КБК, если тебе не нужны никакие ратуши, ничего такого, ты можешь забрать 26 универсальных голов и 12 материалов золотых. Один я уже забрал. И подумываю еще и о ратуши. Не об этой. Возможно, буду уходить с Германии. И неплохая ратуша, в принципе. У меня есть небольшое желание поменять цивилизацию на османов. Но проблема в том, что у меня только одна пачка луков. Так что это действительно проблема. Я посчитал, что если я не тратил бы монетки на основной ферме, мог бы, допустим, там за сколько-то КБК? За 4, наверное. Это долго, конечно, но мог бы набрать золотую ратушу. Так в теории. На производство ресурсов. Еще раз всем крутого настроения. Очень рад, что у нас КБК вышло вот таким вот, что мы победили. Вышло, пусть не такое веселое, но это моя первая победа за долгий период. И всем удачи. С вами был сильнейший Фитуби. С вами был сильнейший Фитуби.